Макгрегор придерживается в своей основе доминантной модели поведения. Его тактика и на пресс-конференциях перед боями и при взаимодействии с противниками заключается в том, чтобы показать психологическое преимущество над ними и одновременно повышать интерес к своей персоне и вызывать ажиотаж к событиям, которые с ним связаны. К этой личности можно относиться по-разному, но любой, кто наблюдал и за ним, и за сферы боев без правил должен признать, что Конор Макгрегор хороший маркетолог и шоумен. Он способен вызывать интерес и обсуждение со стороны общества к своим действиям, боям и всем тем, что связано с ним. На мой взгляд, он заслуживает рассветия личности более детально и в перспективе я хотел бы подготовить такой разбор для вас. Но перед этим давайте рассмотрим его поведение на недавнем шоу Вечернего Урганта, так как мне в первую очередь интересно понаблюдать за тактикой поведение в новой для него обстановке и отследить колебания языка тела из-за борьбы разных эмоциональных состояний. Обратите внимание, когда только он уходит в аудиторию, он испытывает легкое волнение. Это можно увидеть, понаблюдав за его мимикой. У него сжимается и напрягается челюсть, уголки рта оттягиваются в стороны и слегка вниз, а верхняя часть лица еще нейтральна. Эмоция радости часто выступает маскировкой эмоций страха и в данном случае мы видим легкое смешение этих эмоций. Далее он использует жест-эмблему, кладя руку на сердце, которая имеет значение уважения. Так он будет делать неоднократно на протяжении шоу. Затем приветствует Урганта с позиции покорности, используя легкий поклон и сгибая ногу, что вполне можно трактовать как еще одно выражение уважения, нежели неуверенности, как некоторые могли подумать. Этот жест дает нам понять, что Иван в данном случае является объектом повышенной значимостью для Конора и фактически между ними не образуется элемент соперничества, что будет выстраивать особый способ коммуникации. Затем мы видим изменения в мимике Конора. Его лицо стало более расслабленным и улыбка приобретает искренний вид, что говорит о запуске процесса адаптации в новой для него обстановке. Вместе с этим мы наблюдаем жест-эмблемы, которые он использует для приветствия со зрителями, что является одной из форм коммуникации с ними и выстраиванию эмоциональной связи. Аудитория выражает свои эмоции, Конор их принимает, выражая в ответ, и тем самым повышает лояльность зрителей к себе. Это очень хороший прием. Он опытный шоумен, открытый человек и можно предположить с большей уверенностью об экстравертном темпераменте. Он умел и взаимодействует со всеми лицами, которые находятся рядом с ним. Скорее всего, он этого не осознает, а просто искренне радуется окружающим и приветствует их. Но бессознательно это и создает такой эффект эмоционального сближения между ним и окружением. Далее мы видим, как Конор подготавливается к тому, чтобы расположиться на месте. Он расстегивает пиджак, осматривает место вокруг себя, что выдает его подготовку и работу над своим состоянием. Далеко не все люди задумываются об этом. Их может захватывать волнение, и они вопреки всему просто садятся там, где садятся, не задумываясь об этом. Но не Конор. Ему важно чувствовать себя уверенно и производить особое впечатление своим поведением. Подтверждение этому мы и будем наблюдать дальше. То, что ему важно производить хорошее впечатление о себе, говорит и тот жест, когда он делает презент Ивану Урганту, вероятно, свой фирменный виски. Очевидно, что первостепенно он это делает именно в качестве хорошего жеста, а не в рекламных целях. Ведь он положил это в упаковку без логотипа и символики, что опять же показывает свое уважение к ведущему шоу. Если вспомнить других известных гостей, даже и зарубежья, далеко не каждый, но лично из тех выпусков, что я смотрел, никто ничего подобного не делал, что опять же выделяет Конора на фоне остальных. Уже этих факторов достаточно, чтобы увидеть отражение этой тактики во всем поведении Конора. Он умеет делать не только интересное шоу, но и повышать интерес к своей персоне и преподносить себя с лучшей стороны. И это вполне может быть его искренним поведением, а не холодным расчетом. Как только он расположился на месте, мы видим, что Конор выбрал доминантную позу, которая характеризуется территориальным поведением и создает впечатление уверенности. Это выражается в захвате территории вокруг себя. Локти на подлокотниках, подбородок приподнят, ноги расставлены, переднюю часть открыта, нет никаких барьеров. Подробнее о таком поведении я говорил в отдельном выпуске про уверенность. Но тут важно обратить внимание, что несмотря на то, что такая поза может говорить о чувстве вроде бы уверенности и комфорта, на практике не всегда человек может испытывать эти чувства. Мы можем образовать тот или иной жест, но не значит, что и будем обязательно себя чувствовать соответствующе. И это чувство дискомфорта могут выдавать другие сигналы. В данном случае Конор испытывает волнение, несмотря на, казалось бы, уверенную позу. И это мы можем увидеть в следующем поведении. Жесты и адаптеры, которые он использует, дотрагиваясь до пиджака, прихорашиваясь, часто меняет жесты при подниманиях и поправлениях на месте, что является лимбической реакцией на стресс, реакцией бегства. Все это говорит о волнении и бессознательной попытке справиться с волнением. Но такое поведение вполне нормально, потому что, как мы уже выяснили, на это может влиять несколько факторов. Действие происходит не на его территории, он в чужой стороне, в непривычной для себя обстановке. Он уважительно относится к присутствующим, что повышает значимость окружения для него и может создавать ощущение ответственности за свои действия. Тут нет соперников или противников, с которыми нужно конфликтовать и доминировать, поэтому он все-таки в расслабленном состоянии и может допускать такие допущения в поведении. Однако стоит отметить и особый подход Ивана к интервью. Он не задает провокационных вопросов, форматов заданий, которые могут вызывать у него негативную реакцию или слова, после произнесения которых автоматически поделят зрителей за или против. Иван задает вопросы касательно его биографии, близких, что вызывает более нейтральный настрой. И при ответе на такие вопросы личность для зрителей открывается совершенно с другой стороны. Вот в детстве, какой вы были? Когда вы были маленькие? Вы ходили в школу? Вы дрались в школе? Правда ли, что вы до сих пор тренируетесь в том же самом клубе, в котором вы начинали тренироваться? И такой у вас клуб в течение всей жизни. Поехать, найти бывших одноклассников и поговорить с ними по-другому. Конор, когда приедете домой, сына увидите. Что расскажете? Вот сына... Но в перерывах между этими вопросами возникают и другие, которые резко меняют настрой Конора. Например, когда Иван затрагивает тему про вызов на бой и еще не успел завершить свое предложение, Конор насторожился и с особым вниманием ждал продолжения. Конор, скажите, пожалуйста, давайте поговорим о тем, кого вы приглашаете... Ну, я так слово глагол приглашаете, использую. Вызываете на бой. В эти моменты мы видим, что позитивный настрой меняется на серьезный. Конор ожидает особой провокации, он насторожился, готов обороняться и защищаться. Но неожиданное для него окончание этого предложения резко разряжает обстановку и возвращает Конора в позитивное состояние. Я слышал, например, о том, что вы хотите устроить бой с американским актером Марком Волбергом. Даже момент, когда Иван Ургант просит обратиться к Хабибу, чтобы тот пришел на программу. Хабиб Нурмагомедов пока еще не приходил к нам в программу в качестве гостя. Могу я попросить сделать следующее. Не могли бы вы вызвать Хабиба Нурмагомедова, чтобы он пришел в гости к нам в программу? Атмосфера шоу быстро переводит шутку этот момент, и они долго не задерживаются на серьезности. Как, например, было на пресс-конференции несколько дней назад, где обсуждение этих тем было первостепенной. И Конор всегда находился в напряженном состоянии. Некоторые почти умирают, когда проходят висогонку. Например, Хабиб Нурмагомедов. После висогонки он почти умирает. Я думаю, Хабиба в стране сейчас нет. Я прилетел, а он улетел. Типичное поведение дагестанца. Умение сохранять нужную атмосферу своего рода является особым искусством ведущего, где вроде и затрагиваются определенные темы, которые интересны большинству. Но обсуждается мимолетно и незаметно, не давая перерасти во что-то негативное, а остается в рамках юмора. Тем самым помогая гостю чувствовать себя комфортно, не ожидая провокаций со стороны. А у зрителей вызывать легкое, непринужденное чувство юмора, комфорта. Стоит также отметить выбор задания, где в качестве противника в битве взглядов Конору дают милых зверьков, на которые он положительно реагирует. Подобное заставляет большинство зрителей положительно относиться к личности человека. Ведь проявление добрых чувств к животным вызывает подсознательное чувство симпатии. Отсюда и соответствующий отклик со стороны зрителей шоу. В большинстве своем все положительно отнеслись к Конору и его личности. Потому что здесь нет конкуренции, нет борьбы, нет возможности высказать свою субъективную точку зрения, с которой некоторые могут не согласиться. И тем самым придято отнестись к его персоне. Например, если бы начали поднимать тему с Дагестаном или Хабибом, я убежден, что настрой после выпуска был бы совершенно иным. Поэтому тут нужно и отдать должное ведущему, который умело распорядился настроением передачи. И возможно некоторые зрители по-другому взглянули на личность Конора Макгрегора. Конор умело управляет вниманием и эмоциями большинства зрителей. Стоит признать, что он в первую очередь имеет очень высокую психологическую силу. И я убежден, что именно эпатаж, непредсказуемость, провокация и неоднозначность привлекают большинство зрителей в положительную или негативную сторону, не имея значения. И многие, даже те, кто негативно относится к Конору, даже сами того не подозревая, повышают его популярность, значимость и рейтинг, когда проявляют ту или иную реакцию в его адрес. А значит, Конор добился своей цели. Ведь его основная цель – заслужить внимание и интерес. Вполне возможно, что впоследствии я сделаю отдельный выпуск, где рассмотрю личность Конора Макгрегора глубже. Если вам нравится эта идея, то дайте об этом знать через лайки под видео или комментарии. А я со своей стороны постараюсь найти интересный материал. Чтобы быть в курсе событий, первыми смотреть мои оценки, популярным событиям их разборы, а также прокачивать свой навык распознавания эмоций и анализа поведения, то переходите мой инстаграм, там вся самая актуальная информация. И там же вас ждет список литературы, который поможет ознакомиться с информацией по анализу невербального поведения и эмоций. Также хочу сделать анонс, что 23 ноября в Санкт-Петербурге я провожу оффлайн-встречу, где расскажу о том, где и как я начал интересоваться этой темой, проведу небольшую лекцию о том, как читать эмоциональное состояние по невербальному поведению и поотвечаю на ваши вопросы. Участие бесплатное. Пройти регистрацию можно на сайте моего проекта. Ссылку я оставлю в описании. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках. И быть на шаг впереди. До скорого.